Когда мы говорим об автомобилях Второй мировой войны, то считается, что эталоном была Германия, потому что к началу войны у них были уже тысячи автомобилей. И основной тягловой силой в начале войны были универфицированные Айнхейдс-Дизель грузовики. История Айнхейдс-Дизель – это попытка создания немецкого единого легкого грузовика, который унифицированно выпускался девятью разными немецкими автозаводами. Когда речь заходит про немецкую технику времен Второй мировой войны, у многих возникает иллюзия идеала военно-инженерной мысли. С точки зрения обеспечения передовых частей немцы имели существенное преимущество. Это позволяло реализовывать тактику Блицкрика. Идущие в прорыв части были обеспечены транспортом. А это, в свою очередь, давало возможность проводить длительные марши. Столь существенный объем техники и являлся одним из успехов наступления в начале Второй мировой войны. Большую роль в этом сыграл типовой армейский грузовик Айнхейдс-Дизель. С одной стороны, это элитный грузовик, созданный на острие технологий того периода. А вот с другой... Но об этом позже. Основные особенности унифицированного грузовика, который был представлен в начале войны. Во-первых, это колесная формула 6х4 или 6х6. Это новшество для того времени. Конечно, это усложняло и удорожало его, но тем не менее увеличивало проходимость. Для начала, типовой армейский грузовик легкого и среднего класса был трехосным. Колесная формула 6х4 и 6х6 обеспечила высокую проходимость и равномерную нагрузку. Естественно, это имело и обратную сторону медали. Прежде всего, усложнение конструкции шасси повышало его стоимость, да и расход топлива оказывался выше. Вместе с тем, плюсов у трехосной системы было явно больше. Второе. Это зубастая резина. Немцы стали первыми ставить на грузовики резину, ориентированную на беспогодные условия. В-третьих, это снимаемые верх кабины. Да, зима в Германии тоже холодная, но тем не менее верх стал снимаемых. Третьим элементом стали кабины со съемным верхом. Четвертой визитной карточкой стали специализированные кузова, использовавшие одну платформу для разного назначения автомобиля. Грузовики предназначались для разных целей и кабины у них менялись. Такие простые вещи были прорывом для того года. Надо сказать, что шасси Einheit Diesel – произведение инженерного искусства. Рама с внутренними усилителями весьма сложная в изготовлении. Такая конструкция служила целью обеспечения максимальной жесткости при минимальной массе. Подвеска была полностью независимой, с А-образными рычагами и пружинами. В качестве разработчика силовой установки был выбран MAN. Для грузовиков был разработан 6-цилиндровый дизельный мотор объемом 6 литров. Он развивал мощность 85 лошадиных сил при максимальной массе 7300 килограмм. То есть классический средний грузовик. И почему использовали дизельные моторы – это их экономичность. Это порядка 35-38 литров на хорошей дороге и 45 литров на бездорожье. В то время это считались уникальные параметры расходов. Двигатель получился экономичным. Но для России этой мощности оказалось маловато. Грузовик благодаря своим новшествам оказался очень дорогим. В то время он стоил 30 тысяч рейхсмарок. Это стоимость примерно легкого танка. В России уже к 1943 году, к Сталинградской битве, они оказались не приспособлены. Потому что ни весной, ни осенью по бездорожью они проехать не могли. Конечно же, зимой им тоже было трудно. Практически представьте, каждому из них требовался трактор, чтобы преодолевать или перевозить. Это же все-таки грузовик. В результате они все-таки перемещались, но перевозили что-то очень легкое. Поэтому Айнхейц дизель перевозил, полевые кухни и прочую тыловую утварь. Ее закидывали прямо в кузов. С такой нагрузкой машина вполне неплохо ездила. Но согласитесь, не самая лучшая идея для того, чтобы потратить почти 30 тысяч рейхсмарок. Ну и конечно, в лютую зиму 1941-1942 года дизель все-таки замерзал. Случился массовый отказ в работе. Часть грузовиков перешла к Красной Армии, а после Сталинграда Айнхельдизель и вовсе стал большой редкостью. Нынче сохранилось хорошо, если десяток таких грузовиков, а на ходу и того меньше, около четырех штук. Увидеть эти машины можно и в России, прежде всего благодаря коллекционеру и реставратору Вячеславу Лен. Как раз сейчас одна такая машина у нее в работе, плюс один экземпляр стоит на экспозиции «Моторы войны». А на смену инженерному чуду Айнхельдизель в Германии пришли и «Опель Блиц».